Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Тереза и сегодня у меня второе видео в рубрике вышивальные впечатления месяца решила я было насобирать впечатления, мне казалось, что в течение месяца их будет маловато но за два месяца, за сентябрь и октябрь у меня набралось 22 пункта и думаю, что надо было все-таки разделять и отдельно снять за сентябрь, отдельно за октябрь но уж как получилось, так получилось, будем более опытнее и будем общаться с вами пока что наверное, боюсь, что просто это видео получится тоже достаточно длинным но очень надеюсь, что вам будет в течение всего этого времени со мной интересно итак, первое мое видео, первое мое впечатление это начало нового проекта в монохроме я уже показывала видео и сейчас вы у меня увидите ссылочку вот здесь слева у меня слева у вас справа вверху на проект «Грязные танцы» в монохроме от автора схемы Ольги Башкировой я, наверное, уже вам, уже, может быть, в каждом видео об этом говорю но действительно я полна впечатлений, потому что для меня это совершенно новое направление вышивки я никогда не вышивала монохром, более того, никогда не вышивала таких фотографических портретов или замерзших кадров, фильмов все это для меня вновь впечатления, все новые но и пока что мне он нравится, несмотря на то, что цвета такие я очень всегда боялась, переживала, несмотря на то, что такой эффект потрясающий всегда у подобных вышивок, практически фотографический, постерный но всегда я переживала, как я справлюсь с такими цветами ниток не будем скрывать, что в сепии там все оттенки бежево-коричневых тонов что в монохроме там идут черно-серо-белые тона и поэтому вышивать такими нитками, конечно, сложнее, чем яркими наверное, я только одну вышивальщицу знаю, для которой сепия это удовольствие сплошное но, к сожалению, Елена, по-моему, ее зовут но немножко подзабыла, нет, Эвелина Эвелина, да, и именно она заразила меня восторгами вышивки монохрома из сепии у нее просто масса подобных было сюжетов и один из проектов, который она вышивала я загорелась вышивать сама, это греческий поцелуй в инфобоксе вы найдете ссылку на ее канал и советую я посмотреть правда, давно что-то видео не было от этой девушки но если она меня смотрит, то ей привет пламенный от меня второе впечатление месяца это начало нового масштабного проекта исполнение вышивальной мечты то есть два в одном получается то есть год назад я увидев картины на интернет-ресурсах картины Татьяны Дорониной просто влюбилась в картину «Меняю шляпку на кота» вплоть до того, что ну вот это такая вот мечта я мечтала вышить ее, настолько мне казалось, это прекрасный и великолепный и если не ошибаюсь о том, что по картинам Татьяны Дорониной именно сюжеты великолепные для вышивок фирмы-производители производят наборы то об этом рассказала, если я не ошибаюсь, Татьяна Стар и я после этого видео долго не могла успокоиться и мне казалось, вот было бы здорово, если какая-нибудь фирма-производитель там, Элизавета Руно или я вот видела, Мария Скусница тоже производит эти наборы по некоторым, по мотивам некоторых картин вдруг возьмут именно на вооружение эту картину но прошел почти год, этого не случилось и познакомившись с Ольгой Башкировой я решилась, осмелилась все-таки заказать ей эту схему схему на эту картину это было в конце июля и вот сегодня уже у нас 1 ноября я уже приступила к этой работе я готовилась к этому проекту я ждала, подготовилась и морально и материально потому что проект получился масштабным мы сразу обговорили с Ольгой что меня не пугает размер работы Хаедовский то есть это где 500 крестиков 500 на 300, 500 на 400 поэтому работа получается практически по масштабу по, наверное, по сложности она, наверное, будет сродни Хаедовской хотя Ольга, она там занималась она не просто, ну как это это не то, что там вот как многие критикуют Хаед, что многие схемы прогонистые не только прорисовывала эту схему очень тщательно к ней подошла она сама работала на этой схеме около двух месяцев если, по-моему, если не больше и я после этого готовилась и вот наконец-то, наконец-то я начала новый проект впечатления у меня такие противоречивые но не от замыски, а от того, что как бы от своей равномерки, которую я взяла но это все будет в подробностях я буду более-менее рассказывать позже уже все подробно но пока что пока что я в общем, я что могу сказать я так сумбурно говорю потому что когда испытываешь какие-то сильные эмоции какое-то сильное волнение насчет чего-то то, конечно, тебе очень трудно подобрать слова как бы ты даже, может быть, записала по себе текст и все равно трудно подобрать слова в общем, я счастлива на самом деле что вот эта вышивальная моя мечта исполнилась это моя такая грандиозная вторая мечта после 12 красавиц есть у меня, конечно, еще грандиозные хочушки которых я сплю и думаю и потихонечку собираю материалы и потихонечку готовлюсь морально и просматриваю форумы как и что к этому готовится это такие, скажем, масштабные проекты уже таких производителей как Golden Kite, High E, TST но об этом как-нибудь в следующем видео если будет вам интересно потому что это будет видео только о хочушках и оно будет я только вместе с вами странички вкладки интернета перелистывать и рассказывать, что и почему и как я хочу вот а на сегодняшний день одна из вышивальных мечт наконец случилась наконец сбылась я очень рада у меня масса впечатлений и ждите-ждите нового видео о моем новом проекте когда я все успею я успею то есть я планирую это видео выкладывать где-то примерно раз в месяц будем очень надеяться что будет вам что-то показать продвижение вот дальше третье впечатление это закончился мой длительный почти годовалый перерыв практически годовалый перерыв потому что я посмотрела по самому ничку я вышивала последний раз бисером год назад в сентябре тигра белого и закончился мой длительный годовалый перерыв я начала уже два проекта еще один у меня в планах проект спасибо всем огромное кто поддержал меня в том что не нужно бросать тигра нужно просто его отложить и не мучить себя не мучить себя огрызениями совести а просто начать какой-нибудь бисерный проект и наслаждаться этим я поверьте я наслаждаюсь это такое вот непередаваемое ощущение когда вот ну представьте себе вот когда долго-долго-долго чего-то вам не позволялось но вам этого хотелось вы соскучились и вот наконец-то все все вам дали такую возможность и вы этим занимаетесь в полной мере в полном объеме столько, сколько вы хотите вот такое вот это ощущение счастья восторга наслаждения непередаваемое я испытываю сейчас вышивая бисером вот здесь вот вы видите от меня справа от вас наверное слева крайшек картины и вы можете догадаться уже может быть часть какой картины вам по этой части видно с какой же все-таки один из сюжетов я начала пока что это интрига в скором будущем вы узнаете обязательно я уже сняла осталось только смонтировать видео в начале этого проекта и когда я сниму это видео я добавлю в инфобокс ссылочку конечно на него потому что знаю что не все сразу смотрят в начале может быть кто-то посмотрит это видео через месяц и уже он тогда в инфобоксе сможет найти этот проект итак четвертое мои впечатления это у меня появились в работе новые самодельные органайзеры сейчас я вам издалека их покажу более подробно наверное вы их увидите в видео о проекте меняю шляпку на кота именно для них я подготовила я подготовила это громко сказанное их для меня по образу и подобию пака сделал мой муж я просто показала ему паковский органайзер говорю вот пожалуйста сделай мне что-то подобное мне нужно две штуки на новый проект чтобы пользоваться и вышивать и вот что примерно он мне сделал вы как видите то есть конечно можно было бы купить органайзеры пака для этой работы но материальная затратная часть и так оказалась не маленькая на этот проект потому что вышивая его нитками ДМС потратить еще где-то около трех тысяч на паковские органайзеры в общем мне показалось нецелесообразным тем более что ну деньги сейчас мы в другое русло направляем поэтому муж для меня смастерил вот такую штуку мне кажется это очень удобно я уже начала ее пользоваться потихонечку доряжаю по мере отшива там уже посмотрим то есть когда пройдет более-менее какое-то время я смогу вам рассказать о своих впечатлениях более-менее как в работе ведут себя эти органайзеры вот ну и по прочности конечно так как это состоит из дерева и туристического коврика они гораздо прочнее будут пластиковых итак следующее впечатление это выставка рукоделия чудесная ниточка которая прошла проходила у нас в городе с 10 по 25 октября и мое впечатление было именно то что я участвовала в этой выставке и даже получила диплом вот так выглядит диплом участника данной выставки надо сказать что участвовала я не одна со мной вместе участвовала Татьяна Селина Морон подруга моя знакомая тоже участвовала они тоже получили такие дипломы в общем для меня это нечто новое тоже такое впечатление что мои работы где-то выставлялись люди ходили смотрели на них к сожалению я не смогла присутствовать на закрытии данной выставки забирали мою работу уже мои родственники мой муж моя дочь я уезжала была в поездке в это время какой поездке я расскажу вам позже в отдельном видео надеюсь вам тоже будет это интересно вот и что я хочу сказать что обязательно 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 буду участвовать еще то есть первый раз об этой выставке узнала вообще в прошлом году что такая выставка проходит в городе в этот раз у меня не было возможности подробно и долго там походить побродить но я очень надеюсь что в следующий раз я буду участвовать и мне будет показать что-то очень интересное и неординарное потому что как оказалось на эту выставку многие работы не брали повторяющиеся работы не брали как мне объяснила дама администратор что оказывается было очень много парусников одинаковых их не брали еще каких-то работ я уж не помню там сюжетов тоже не брали и настолько я была впечатлена и восторжена этими работами вот какие у нас выставляются потому что это такая уникальная возможность посмотреть отшивы вожделенных работ или там дизайнеров вожделенных которых ты хочешь найти все равно фотография в интернете она если это не макрофотография она может не передавать впечатления и видео но когда ты можешь подойти близко посмотреть чуть ли не пощупать эту работу это нечто я с полным восторгом смотрела на картину ангел любви фирмы-производителя дизайнер лавенда энд флейс у меня уже все куплено к этому набору довольно известный сюжет конечно и Ксения Китсун планирует его вышивать Анастасия 28 его вышивать еще девушка какая-то вышивалась к сожалению не помню уже некая на форумах я смотрела я думаю можешь подойти вблизи посмотреть каждую бисеринку каждую вот как это все лежит как это все и потом отойти и сравнить как ну это все равно вживую это вживую и конечно целый кусок видео у меня от восторга просто не снялся я снимала снимала потом выяснилось что я уже дома поняла что я оказывается на кнопочку не нажала и у меня ничего не снялась вот а снялась тот момент когда я уже как бы нажала на кнопку подумала что конец видео у меня снялось там походила там фотоаппарат туда-сюда мотеляла полумраморно у меня снялся под мои комментарии вот как-то так и там был перец светофор от Надежды Антоновой это потрясающе конечно близко подходят это непонятные какие-то крестики одиночные непонятно откуда вот ну не везде конечно но в некоторых местах ты сможешь зачем он там нужен когда отходишь это что-то вообще это просто как фотография какая-то в картину в рамку выложенная и все непередаваемые ощущения вот ну в общем басторгов много планов тоже по поводу выставки много и спасибо Александре Гире которая когда-то в прошлом году рассказала мне что у нас проходят подобные выставки вот а я хочу сейчас вам рассказать о следующем своем впечатлении это будет уже шестое вышивка в поезде я вышивала дороги немножко не могу сказать что это много и вышивала на вокзале работу брала с собой дорогу шелковой нитями льва печатный крест сказать что я в восторге от вышивки в дороге я не могу то есть вообще не могу сказать что и не уверена что я буду в дальнейшем в дорогу брать какие-то проекты какие-то наборы вышивать скорее всего нет скорее всего в следующий раз я возьму просто книги книги я обожаю в поездах читать а вот вышивать я сколько смотрела девушки берут очень многие вышивающицы на самом деле берут вышивку с собой вышивают им нравится все и какие-то прям довольно часто слышала мне хотелось попробовать ну в общем я попробовала сделала вывод что это не мое это бывает не всегда с освещением хорошо несмотря на то что я брала проект на 10 конвей это меня немножко так потряхивает и разложится там хотя мы 3 человека из купе 3 места из купе занимали все равно как-то не совсем комфортно в общем вывод я сделала что вышивка наверное в дороге это не мое я предпочитаю вот свое стационарное уютное мое комфортное место и заниматься здесь рукоделием наверное вот так имея привязанность я к своему рукодельному месту а следующее мое вышивальное видео это видео Ирины Ира из Черновцов ссылочку я вам в фабоксе тоже оставлю о ее долгостроях в общем-то я так недавно выложила вот буквально я выложилась сегодня ночью да то есть выкладывала видео о своих процессах в которых говорила о своих 9 рабочих процессах и я поняла что это не предел что люди вышивают и не особо там не заморачиваются по поводу гораздо более большего количества процессов и насколько я помню еще и у Катринка тоже было около 20 процессов начатых так что я поражена я поражена количеством начатых работ и поняла что я еще так скромно нахожусь где-то в середине по количеству вышивальных процессов я конечно не стремлюсь рекорд какой-то не подумайте нет вот наоборот мне хочется у меня сейчас такая стадия я на самом деле недостаточно такой опытный вышивальщик наверное как Ольга владелец магазина Майбобин написала в одном из комментариев под кстати видео Катринка тест тег-тест матерый вышивальщик спросила у вас такие большие запасы то вы наверное должны много вышивать у меня нет такого большого опыта стажа такого большого я пару лет вышивала где-то с 2007 по 2009 может быть вот так наверное где-то так в общем потом нет не 2007 может быть даже позже я начала вышивать более плотно так что-то там у меня было какие-то маленькие работки время от времени вот у меня был два с половиной по-моему года перерыв если не ошибаюсь уже тяжело так вспомнить сразу и плотно так чтобы каждый день каждый день вышивать я занимаюсь именно наверное с февраля 2014 года вот я вышиваю каждый день практически за исключением там вынужденных каких-то перерывов которые у меня были в 2015 году а 2014 год я как в феврале начала я практически каждый день вышивала было очень мало дней которые бы я не вышивала вот ну и за это время вот сколько у меня работ выше там меня просили снять о моих готовых работах у меня их немного но я сниму покажу вам обязательно надеюсь в ноябре вы их уже все увидите включая работы за 14 год и то что у меня там было за предыдущие годы так что же я хотела рассказать о видео видео тесте теги тесте матерого вышивателя в исполнении Катринка Катрин я поражена поражена тем количеством производителей которых попробовала то есть вот это то что называется то что мне бы хотелось то есть я нахожу в такой стадии что мне все хочется попробовать сейчас почему у меня так много проектов потому что мне все хочется сейчас попробовать мне это хочется вышивать и это и это и это у меня нет такого что мне что-то из моих подопасов бы разонравилось или еще что-то такое нет мне нравится все проблема только в том когда все это начать и когда вышивать вот у меня балерина лежит уже мне уже горит где-то мне хочется а у меня еще два масштабных проекта запланированы а у меня еще подарок запланированный который тоже надо в этом году начать, вот, и хотя бы уже к марту тогда закончить, к новому году это не реально мне закончить уже, а к марту хотя бы я хотела бы тот проект закончиться, оплят, револьс, то есть много всего, чего мне хочется, нет у меня такого, что мне что-то еще разонравилось или что, и я поражена, конечно, количеством работ, разнонаправленностью работ, вообще масштабом вот вышивки от Катрен, да, действительно, я оставлю ссылку на ее видео, посмотрите обязательно на тег в ее исполнении. Опять что-то сумбурно наговорила, но следующие мои впечатления, это видео от Анжелики Шутовой, по-моему, если не ошибаюсь, Филимоша, Бояшка, вышивка на футболке, я впечатлена, настолько я в таком восторге, что у меня, я уже купила водорастворимую канву, осталось купить, найти белую футболку, и у меня есть два проекта, я не знаю, какой бы из них, вот какой из них дочь выберет, то есть это будет или совушка, которую вы видели в исполнении надежды, феврит хобби, или это будет единорожек, единорог маленький такой, очень волшебный, из журнала вышиваю крестиком, вот сюжет определимся, все, и очень хочется мне попробовать именно такую вышивку, это выглядит вообще супер-супер-супер, и я себе говорю, никогда не говори никогда, то есть мне казалось, что прикладная вышивка вообще не для меня, мне будет просто жалко с тобой потрачено времени, но глядя на то, глядя на то, какой получился результат, вышивка на одежде, мне кажется, что время будет потрачено не зря, и мы вместе с моей дочерью получим удовольствие от этой вышивки. А у меня следующее впечатление, акварельная прага от Екатерины Кадыровой, это нечто, Катерина, она всегда вообще поражает меня своими проектами, надо сказать, что именно ее видео было определяющим для меня, когда, то есть до этого я видела, как вышивали девушки данный проект, ее же видео об окончании этой работы для меня было определяющим, чтобы я купила этот набор, это балерина Дименшенс, а когда смотрела уже, как вышивают в Людоте, я окончательно поняла, что куплю и буду вышивать, что там никаких для меня, во всяком случае, сложностей не будет. Вот, и настолько впечатляется Екатерина таки своими проектами, настолько она об этом рассказывает, вот, вот, слово сказать вкусно, это даже не подходит туда, это, потому что рассказано как-то об этом вдохотворенно, и проекты ее меня впечатляют один за другим, вот сейчас она вышивает прагу в монохроме, и когда я увидела подготовку, покупку ниточек, какие там цвета и сюжет, о авторской дизайнерской схеме, акварельная прага бесподобный. Не знаю, мне тоже хочется вышить на самом деле прагу, Карлов мост, и я просто до сих пор для себя так и не определила, какой сюжет, какого производителя я бы взялась вышивать именно, но мне кажется, что акварельная прага, это как раз то самое, то, что мне очень-очень понравилось, и выглядит это просто потрясающе. Я, конечно, тоже оставлю ссылку в инфобоксе. И давайте я уже не буду, наверное, каждый раз это говорить, я все, о чем буду говорить в своих видео, я буду оставлять ссылки, если же вдруг забуду, вы просто напишите мне об этом, и я исправлюсь. А мое следующее впечатление, Golden Catectic от Екатерины Лебедевой. Посмотрите обязательно, потому что потрясающая просто тоже работа. Это нечто такое, что пока еще я не начинала, пока что в моем опыте нет этого. Но судя по каким-то своим первым впечатлениям при вышивке «Меняю шляпку на кота», такой довольно сложный, серьезный, масштабный проект, и сравнивая ее с вышивкой «12 красавиц», должна вам сказать, что не бойтесь вышивать «12 красавиц», они просто масштабные, но они достаточно легкие в отшиве по сравнению с такими проектами, как Golden Cat или High End. И я в полном восторге от проекта Екатерины Лебедевой. Давайте я не буду уже извиняться за своих соседей, это случается со всеми, а время выбрать, чтобы поснимать, не всегда получается, семья большая, они и так входят в положение мое, что маме нужно снять, и ведут себя так тихо и смирно. Ну, просто не знаю, когда еще у меня получится вот сесть и снять видео, и рассказать о своих впечатлениях. Так, это была лирика, поехали дальше. И видео американского блогера, имя помню, Джон, Джон, «Шелковый ниди», оно очень длинное, это видео, я оставлю вам только, наверное, ссылку, ссылку, скорее всего, на канал, подписаны на нескольких блогеров англоязычных, так сказать. Не понимаю, о чем они говорят, но они всегда показывают настолько потрясающие вышивки, настолько потрясающие материалы для вышивки, сюжеты, то есть все-таки надо сказать, что тамошняя, пусть такое слово будет употреблено, то есть зарубежная, импортная вышивка, она отличается. Там очень много блогеров снимают видео и вышивают, и показывают по сюжету. Норы Корберт, Лауэндер Лес, Мартины Розенберг, Блэк Ворк, очень много. И такие материалы у них, конечно, мы тут покупаем в основном все наборами, но у них, как вот Аллочка из Америки говорила, да, что у них «needlework». Надеюсь, я правильно это слово сказала, «needlework». То есть не то, что кросс-стич, а вышивка идет различными стишками и различными материалами, просто потрясающие. И, в общем, я сидела, я ничего не понимала, что она говорит. Понятно, что что-то она там показывала, показывала, каким материалом будет пользоваться. Я просто во все глаза прилипла туда, к этому экрану, во все глаза смотрела на эти шелковые ниточки ручного крашения, насколько они переливаются. Они, во-первых, шелк сам переливается, а во-вторых, они, вот эти грани перехода цвета в цвет, это что-то невероятное. Я ссылочку оставлю, посмотрите. Просто посмотрите, если не понимаете английскую речь. Это доставит вам невероятное удовольствие. И, конечно, я очень надеюсь, что когда-нибудь я достигну такого уровня мастерства, что без страха и сомнения возьму проект, какой-нибудь дизайн, куплю к нему материалы. От Мартины Розенберг, какой-нибудь ее сад. Мне на сегодняшний день нравится как минимум три. Хотя как-то на просторах форума я нашла даму. Правда, потерялись у меня эти вкладки, которые вышло. Тридцать проектов от Мартины Розенберг. Это невероятные ее мандалы, невероятные ее сады. Конечно, с такими материалами, с такими сюжетами. Просто что-то такое, что не будет давать спать, наверное, многие-многие годы. Надеюсь, что хотя бы лет через пять я достигну этого уровня, достигну этого мастерства. И, наконец-то, я смогу приступить к подобному сюжету. А следующее впечатление, которое я хочу рассказать, это о том, что я сделала вывод, глядя на рукательный ютуб, что мы, вышивающицы, постепенно захватываем своими владениями рыболовные магазины. Я не раз уже видела о том, что девочки покупают, кстати, достаточно недорогие всевозможные контейнеры, органайзеры для мелочевки, которые можно использовать для хранения мулине и прочих мелочей, для бисера и всего остального. Организовывать бисер для вышивки, для хранения мулины. И тут, глядя на завершение проекта от Светланы Эс, который называется «Олень» от Риоли, я обнаружила, что Светлана приспособила прекрасные резачки, купленные в рыболовном магазине. И, кстати, довольно недорогие и красивые, и острые, ярко-такие оранжево-неоновые. Я оставлю ссылку, вы обязательно посмотрите. В общем, очень-очень-очень полезный рыболовный магазин, оказывается, вышивальщицы, и я делала все, что зря я туда еще не нашла. Надо обязательно посетить и что-нибудь полезненькое для себя там прикупить. И еще о чем я хочу сказать вам, именно о рукодельном итоге YouTube. Это впечатление мое новое получила я еще раз, то есть от Марианны Мори. И в этот раз она рассказывала о Блэкворке. Она начала вышивать Блэкворк, это очень интересно, это просто, я не знаю, настолько... Ну, вот я каждый раз буду говорить, это восхитительно, это... Ну, в общем, короче, я себе нашла все-таки схему, и обязательно, обязательно... У меня есть один уже набор в Блэкворке, это благодаря Вере Коминовой, да, что я... это будет как бы пробная моя вышивка. Вышивка, когда только, не знаю, надеюсь, что в 2016 году, хотя, если хотите похохотать, загляните во вторую часть моего видео, которое я снимала, по-моему, в феврале 2014 года, о вышивальных планах на 2015 год, и посмотрите, что оттуда я, значит, реализовала с тех планов. Но я надеюсь, что в этом году будет немножко у меня проще с временем, и попробовать все-таки получится технику Блэкворк, и у меня уже есть схемка замечательная, это вот с Калибри. Да, да, я ее скачала в интернете, и буду вышивать, потому что, ну, журнал этот просто нереально было где-то там достать у нас в стране. Вот, еще хочу порадовать нас всех, во всяком случае, я очень рада добро пожаловать, с возвращением и добро пожаловать на YouTube, это Тольси Крастич, Тонечка, я очень рада, что ты снова решила снимать видео, а также Дмитрия Иванова. Дима, надеюсь, меня простите, я забыла, как называется, как звучит ваш новый ник, но я очень рада, что вы вернулись, Тонечка, вместе на YouTube, у вас замечательные, интереснейшие проекты, вы очень интересно, вдохновлено об этом рассказываете, и я с удовольствием посмотрела ваше новое видео. Это если вдруг Тонечка и Дмитрий посмотрят данное видео, хотя я не уверена в этом. Но тем не менее, хочу всем вам сказать, дорогие мои, что это очень достойные вышивальщики, и их сюжеты, их проекты очень интересны, посмотрите. И огромное-огромное спасибо хочу вам сказать, мои дорогие, за ваши комментарии, которые вы мне пишете под моим видео в Одноклассниках, ВКонтакте. Итак, о комментариях зрителях. То есть наряду с уроками русского языка, другими уроками, которые мне преподают мои зрители, я получаю настолько такие замечательные, душевные, пламенные комментарии и письма, можно сказать, целые от своих зрителей, от своих подписчиков и на YouTube, и в соцсетях, как я уже сказала, в Одноклассниках, ВКонтакте, что это настолько меня вдохновляет, настолько я вообще, это настолько окрыляет, и дальше, и дальше снимать, и сразу появляется, вот это не просто фраза, а ведь окрыляет, это вдохновляет, сразу появляется куча идей. Я даже вот решила делать, раньше не делала никакой пометки, но сейчас решила делать пометочки, то есть возникла идея, быстренько записала, даже бывает бумажки напишу, и потом переписываю свой ежедневник, он у меня, потому что дома, бывает, где-то на работе мысль мелькнула, там, или в маршрутке еду, мысль у меня мелькнула, там что-то, вот это вот можно снять, вот это нужно еще снять, а вот это, а вот это, то есть масса-масса идей, и одно из таких писем мне очень хочется вам зачитать, настолько оно меня тронуло, написала мне его, написала мне Мария Кульковская Зуи, я просила разрешение озвучить ее письмо, и она давала мне такое разрешение. Итак, здравствуйте, Оксана, я являюсь уже довольно длительное время вашего почитателя на рукодельном YouTube. Сама люблю поковырять иголочкой, поэтому данная тема мне интересна и близка. Много писать не буду, потому что, собственно, и сказать-то нечего, кроме, надеюсь, главного. Сегодня проснулась, отправила всех домашних по их делам, и сразу в телефон, и на любимые каналы. Как мне это приятно, что мой канал у вас, Марина, любимым является. И вот во время просмотра очередного видео вашего видео от 13 сентября этого года о впечатлениях месяца я узнала, что вы есть в соцсетях, и что-то меня подстегнуло вам написать. Дорогие мои, пишите мне, и в соцсетях пишите, и в YouTube пишите, как вам, где вам удобнее, пишите. Вы даже можете у меня на главной страничке канала посмотреть адрес моей электронной почты. И что-то меня подстегнуло вам написать. Хотя бы для того, чтобы выразить свою благодарность за то, что не жалеете, как и многие другие маститые блогеры, вот здесь я загордилась, маститые блогеры, свое время нести сил и средств для нас, своих зрителей и подписчиков, что делитесь своими знаниями, опытом, возможно, размышлениями. Это как совместить полезное с приятным. Еще одно, мимо чего не могу пройти. Я всегда с восхищением наблюдаю за вами в кадре. Сейчас пойдут комплименты, и я буду стесняться. Вы очень красивая женщина, и это была самая первая причина, по которой я подсела именно на ваш канал. Вы каждый раз выглядите так, будто только что вышли из салона красоты. Спасибо. Огромное-огромное спасибо за такой комплимент. Поверьте, женщине, вы сами женщины, вы понимаете, насколько это приятно слышать и знать, осознавать, что люди так думают. И это замечательно, это действительно достойно уважения. Послесловие. Наверное, ничего нового того, что вы не слышали от своих почитателей. Вы не услышали от меня, но все вышесказанное – это от чистого сердца. Спасибо вам за откровенность и за вот эту вот сердечность. Иначе не было бы этих слов. То эстетическое наслаждение и душевное умиротворение, которое испытываешь от процесса вышивки, поймет лишь тот, кто этим болеет. Как вы правы. А все мы, наверное, немножечко заражены этим вирусом рукоделия. И это здорово, как ни крути. Желать вам творческого вдохновения, новых свершений и как минимум 25 часов в сутки, наверное, банально. Поэтому просто пожелаю тепла, любви, света и женского счастья. Все мы, женщины, знаем, что вкладываем в это понятие. Спасибо. Огромное-огромное спасибо за пожелания. Кстати, недавно услышала потрясающую фразу. Счастье – это свойство характера. У одних характер есть его все время ждать, у других – непрерывно искать, а у третьих – повсюду находить. По-моему, она замечательная. Великолепная фраза. И поистину счастье в том, кто умеет находить счастье повсюду. Кто живет по-третьему. Нам всем оно так нужно, это счастье, особенно, чтобы творить и вдохновляться. Творить в муках у дел поэтов и романтиков, как точно заметено. В жизни и так достаточно злая и несправедливость. А то, что делаете вы, что делаем все мы, рукодельницы, это безусловное добро и забота. И куча, и куча, и куча, и куча просто всевозможных смайликов. В общем, мы попереписывались. С Мариной очень приятно мне. В общем, наша беседа в течение вечера еще состоялась. И, вы знаете, вот мне вот пишут такие письма, это не просто комментарии, это письма, это самые настоящие письма, где человек выражает вот свои чувства, свои мысли, впечатления, благодарит, это дорогого стоит. У меня вот здесь нет слов, нет комментариев. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете меня, что ты, особенно те, кто снимает, они понимают, что при этом чувствуем мы, когда читаем подобные письма. Спасибо вам большое за эти комментарии. Это дорогого стоит. И следующее моё впечатление такое, оно несколько грустное, наверное. Я бы, может быть, даже об этом и не узнала, что у меня это случилось на канале, если бы я все свои видео не распределяла по плейлистам. То есть, у меня есть плейлисты по процессам, то есть, допустим, бегущие лошади процессы туда все, журавли процесс, я туда обзор набора кидаю, и дальше отчет один и так далее. То есть, по каждому у меня процессу свой отдельный плейлист есть. Кроме того, у меня есть плейлисты на теги отдельные, на покупки, на рукодельный уголок и так далее. И один из тегов, как оказалось, YouTube удалил. Причем я в плейлисте своем обнаружила, что там было это видео удалено за нарушение использования YouTube. Я пыталась вычислить, что это за тег, такой был, к сожалению, так и я и не вычислила, потому что это было, скорее всего, конец ноября, начало декабря 2014 года. Что там был за тег, я уже не помню. И что я там нарушила, тоже я не знаю. Ну, в общем, тогда еще у меня монетизации не было на канале. Это видео, по всей видимости, и прошло. Когда уже я монетизацию подключила, то YouTube его, наверное, и удалил. Я не знаю, я могу только гадать, что и как случилось с моим тем видео, и что там было не так. Я вроде бы как музыку стараюсь не использовать в своих видео. никто мне ничего не сообщил, просто удалили, удалили видео, и все. Ну, наверное, это программа делать. Я не в курсе, я не знаю, но вот такая печалька случилась. Надеюсь, в дальнейшем все у меня будет пройдет благополучно, потому что сейчас все видео, они как бы сразу же проходят. У меня вот это вот, я не знаю, как это называется, как бы запрос какой-то, то есть можно этому видео выходить именно на YouTube, то есть там не нарушить права какие-то авторские или нет. И когда оно монтируется, то есть оно одобряется, но или не одобряется. То есть я уже, когда оно смонтировано, я монтирую пока что в редакторе YouTube, и, в общем, мне уже потом сообщается, будет это видео или не будет. Вот, дальше, и в связи с этим у меня о планах на три проекта я уже тоже, наверное, рассказала, что, да, у меня, значит, три проекта я уже начала, плюс к своим девяти, два бисерных, один ниточками, и у меня еще три проекта будет начато, я очень надеюсь, что три, но в худшем случае два, до конца 2015 года, этот будет два нитками, один бисером тоже еще, и подробнее я расскажу вам об этом дальнейшем. Надеюсь, времени мне на все хватит. Вот, и мысли я хотела свои еще как-то выразить, не то что спросить совета, а поделиться с вами такими мыслями, у меня уже не покидает второй месяц мысли подобные, а в открытии нового канала, который, которым бы можно было посмотреть видео на темы о жизни, о книгах, о кино, об отношениях в семье, то есть вот такой канал как бы может быть между нами девочками, то есть о своей жизни, о своих мыслях, о своих впечатлениях, может быть каких-то вещах полезности в быту, то есть что я применяю, то есть вот так вот, как бы, которым бы я делилась не только вышивкой, так как все-таки этот канал мой тематический, он о рукоделии, но и между нами девочками мы пообщались, то есть там будут и влоги, и другие видео о покупках, и о косметике, ну и так далее, и так далее, и так далее. Подумываю я об открытии этого канала, и мне, с одной стороны, неловко об этом спрашивать, но с другой стороны, все-таки мне хотелось бы знать мнение, вообще, как вы относитесь к другим каналам, которые у нас есть, но и только к подобным каналам, то есть я в последнее время видела много достаточно таких каналов, не то, что много, но просматривала, и мне именно понравилось, не чисто там вот как бьюти-блогерство идет, или там чисто о книгах канал, вот какие-то, а вот именно каналы таких девушек, которые рассказывают о жизни, то есть о жизни и о том, об отношениях, ну о многом, о многом. Как бы, конечно, большей частью подобные блоги ведут домохозяйки, но мне тоже интересно вот это данное направление, ведение канала стало вторым моим увлечением, довольно таким увлекающим меня и занимающим, в общем, мне хотелось бы дальше в этом направлении развиваться. И интересно ваше мнение на этот счет. Ну и давайте закончим на такой позитивной ноте. Я могу сделать себе комплимент, я стала популярной, я уже несколько раз стала замечать то, что у меня другие блогеры рукодельные, и те, кто комментирует, да, кто социальных письм, нет, блогеры, я стала замечать, что рукодельные блогеры стали, некоторые, наверное, новенькие, которые и не очень, стали путать меня с Алиной рукоделием, из чего я могу сделать вывод, что я стала популярной. Знаете, как у Олежка, по-моему, да, спросили, как вам ваша популярность? Он говорит, да, я стал очень популярен, и понял я это тогда, когда ко мне на улице подошли и сказали, а я знаю, кто вы такой, вы же этот, самый, Верка Сердючка, вы же Верка Сердючка, вот, и так как меня стали путать с таким маститым блогером, как Алина рукоделия, мне очень лестно такое сравнение, то я могу сделать вывод, что я становлюсь популярной. Ну вот, на этом у меня все, надеюсь, вам со мной было интересно, жду ваших комментариев, если вам понравилось, ставьте лайки, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, всех люблю, целую, пока-пока, ваша Оксана Дереса.